Смотрите первыми в программе Утро Первых. Риски распродаж. Правила безопасного интернет-шоппинга от эксперта Манка России. Без шансов. Если вы накосячили настолько, что объявили себя банкротом, то банк вам больше не поверит. Можно ли подправить кредитную историю? Расскажет Анастасия Новикова в блоге «Карты, деньги и бюро». Каждому району Калужской области свой социальный проект. О конкурсе «Провинция-центр» поговорим с утренними гостями. Вместе с вами это утро встречает Юрий Галаян. Доброе утро всем, кто решил начать этот день вместе с командой Утро Первых. Друзья, раскрываем глаза пошире. Начинаем день. Сегодня у нас на календаре 15 ноября среда, между прочим, середина недели. 22 ноября среда, середина недели. Еще назад отмотал. Теперь вернулся обратно вместе с вами. Итак, включаемся с самыми важными и актуальными новостями. Не пропустите. Федеральная налоговая служба начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке с 2025 года. Закон о вычетах уже принят, а инвестиционные и имущественные вычеты автоматизированы. В 2024 году будет проходить тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе. Сроки возврата денег по НДФЛ уже были сокращены, а 80% НДС можно вернуть в течение месяца. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке с 1 апреля 2024 года. В перечень товаров вошли следующие изделия – свитера, пулловеры, кардиганы, шарфы, шали, вуали, галстуки и бабочки, брюки, комбинезоны, шорты, рубашки, платья, пальто, ветровки. Самозанятым нельзя продавать товары с маркировкой. Следовательно, тем, кто вяжет для продажи одежду, придется получить статус индивидуального предпринимателя. За товары без маркировки ИП грозит штраф. При этом на сайте Честного знака указано, что изделия не подлежат маркировке, если пошив осуществляется в индивидуальном порядке на заказ. Слишком высокие для ноября температуры в Амурской области мешают залечь в спячку медведя. По данным Управления по охране животного мира региона, косолапые все еще гуляют по лесам. Наедать на зиму жир животным уже нет необходимости. А вот самки с детенышами уже залегли в спячку, невзирая на погодные условия. Калуга – лидер по качеству жизни среди средних российских городов. Эксперты проводили социологические исследования потребительской активности, качества медицинского обслуживания и образования, состояние инфраструктуры и других параметров, характеризующих качество жизни. В лидерах также Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь и Сочи. К концу недели потеплеет, пока днем ожидается минус 6-3 градусов, а вот по ночам температура будет опускаться до минус 9. К концу недели немного потеплеет, и столбики термометров поднимутся до минус 1-0 градусов днем и минус 5-3 ночью. Вместе с потеплением придут снегопады, местами сильные. В Китае открыли Национальный центр по исследованию и охране больших панд. Центр станет платформой мирового уровня для сотрудничества и обмена опытом в области исследования этих животных. Каждые два года эксперты будут проводить международный форум по защите больших панд, которые в дикой природе находятся на грани вымирания. На сегодня запущены два крупных исследовательских проекта по защите популяции этих животных и среды их обитания в национальных парках. Конец года – это время черных пятниц и распродаж. Вот как подготовиться к безопасному шопингу, узнаем прямо сейчас от нашего гостя. В студии «Утро первых» эксперт отдела безопасности Калужского отделения Банка России Владимир Розарев. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. В чем же в этот период, когда мы можем что-то взять гораздо дешевле, чем в обычный сезон, можно столкнуться и чем опаснее это сезон и это время? Основная проблема, или я бы сказал, это беда, это поддельные сайты, которые маскируются под именитые бренды или известные маркетплейсы. Причем продаваться на этих сайтах может быть все, что угодно. Начинают электроники, заканчивая вещами, одеждой, обувью. Попасть на эти сайты можно через ссылки, которые вам приходят на электронную почту, либо какие-то специально создаваемые группы, где фейковые положительные отзывы формируют защищенность или доверие к этому ресурсу. И попадая на него, соответственно, вы попадаете в руки мошенников. Это такой фишинговый сайт получается? Этот метод называется обмана фишинг, только в отличие от рыбалки, на которой мы ловим какого-нибудь карася, пескаря или платву, здесь мошенники получают доступ к вашим персональным данным, к данным банковской карты и к вашим денежным средствам. То есть даже отзывы, на которые мы привыкли ссылаться, которым мы обычно привыкли доверять, могут быть также фейковыми и специально подготовленными? Да, это один из способов мошенничества, чтобы убедить потенциальную жертву в том, что вы попадаете на проверенный ресурс, что этот ресурс подтвержден. Мы же все люди, мы все ведемся на рекламу, мы все ведемся на положительные отзывы, доверяем им, но не факт, что эти отзывы пишут клиенты, которые действительно осуществили там покупку. А в большинстве случаев это все-таки специально написаны отзывы для того, чтобы завлечь вас и выманить ваши денежные средства. Как же все-таки нашим зрителям различить и отличить фишинговый, фальшивый, ненастоящий все-таки сайт от оригинального сайта магазина, в котором они хотели бы что-то приобрести? Ну, не магазин, а может быть... Самое основное это имя. То есть, как действуют мошенники? Они знают, что когда мы читаем текст, мы обращаем внимание на начало слова, на конец слова и обычно пропускаем середину. При этом сам смысл сказанного у нас остается в голове. Этим и пользуются мошенники. Они изменяют один или несколько символов в названии именитого бренда или маркетплейса. Человек, не обращая на это внимания, видит только выгодные цены и, соответственно, не замечает подделку. Все фишинговые сайты, все подделки отличаются именно в названии. То есть, не бегло прошлись по названию, а внимательно посмотрели, может быть, какие-то буквы изменены, что уже нам даст подсказку. Совершенно верно. Двух сайтов с одинаковыми именами не существует. Они обязательно чем-то отличаются. Как действовать, если попали на подобный фишинговый сайт или уже оплатили каким-то образом покупку? Что делать? Ну, давайте начнем с того, что переходить по ссылкам от неизвестных источников, какие бы заманчивые предложения они ни предлагали, не стоит. Как, опять же, действуют мошенники? Они в письмах, в рассылках прикрепляют логотип или лейбл знаменитого бренда или же маркетплейса. Но при этом в имени вы не видите названия той организации или того магазина или того интернет-ресурса, с которого оно пришло. Соответственно, доверять таким ссылкам не стоит и переходить по ним не стоит. Если же вы попали на такую страничку, первое, на что нужно обратить внимание, ну, как я уже говорил, это название, плюс цена. Если цена меньше, чем в два раза, а еще хуже, меньше, чем на порядок, то, соответственно, доверять этому ресурсу не стоит. Во-первых, должна сразу закраситься мысль, а почему такая дешевая цена? То есть, либо это подделка, либо это некачественный товар, либо у вас действительно пытаются выманить деньги. В любом из этих случаев не стоит вестись и от покупки стоит отказаться. Каким образом еще себя обезопасить от покупок в интернете? Первое – это завести отдельную банковскую карту. Даже если вы… и хранить на ней только те денежные средства, которые вы хотите потратить именно на ту покупку, которая вам понравилась. Даже если мошенники получат доступ к реквизитам вашей банковской карты или спишут денежные средства, потери будут минимальны. Вы потеряете ровно столько, сколько будет на этой банковской карте. Ну и, соответственно, если вы попали в руки мошенников и все-таки перечислили денежные средства, первое, что нужно сделать – это заблокировать банковскую карту, написать претензию о несогласии с операцией и написать заявление в правоохранительные органы. Насколько часто и насколько велика вероятность, что после подобного случая, подобные оплаты, денежные средства, возможно, будут вернуть? Если вы попали на фишинговый сайт в руки мошенников и сами перевели денежные средства, то есть указали номер вашей банковской карты, указали CVV-корд, который напечатан на обратной стороне банковской карты, или коды подтверждения, то в этом случае вернуть денежные средства очень проблематично и практически нереально, потому что вы тем самым нарушили условия договора банковского обслуживания и банк вправе вам отказать в возмещении денежных средств. Поэтому прежде чем совершать покупки, нужно 10 раз взвесить свое решение, посмотреть альтернативу, плюс не переходить по ссылкам, как я уже говорил. А если вы думаете, что вам пришло сообщение от того интернет-источника или интернет-магазина, который вы знаете, самому зайти на сайт этого магазина, в свои персональные предложения, или же по тем закладкам, которые вы сохраняете в своем браузере. Владимир, а вот как вы относитесь к покупкам в кредит? Лично я такими покупками не пользуюсь. Да и я бы, наверное, не очень рекомендовал нашим зрителям. Сейчас объясню, почему. Спасибо большое, что были с нами сегодня утром. Друзья, возможно, такая ситуация возникла в вашей жизни, что вам нужно что-то срочно приобрести, и вы решили взять кредит. Подумайте 10 раз, потому что банки обычно кредитов не прощают. Вот следующий блок называется «Карты, деньги и бюро». Давайте узнаем все подробности. Всем привет. Один из основных вопросов, который мне задают. А можно вообще не отдавать кредит? Можно, но не нужно. Все сведения по кредиту передаются в Национальное бюро кредитной истории. Там отразятся все ваши платежи и неплатежи тоже. Информация в бюро кредитной истории не стирается со временем и не исчезает, и остается навсегда, как зарубочка на сердце. Там будет видна история платежей с даты открытия вашего первого кредита. Если вы совершили просрочку один раз и длилась она пару дней, то это не страшно. Но если вы не платили свыше 30 дней, то это уже негатив для банка. В крупных банках, которые у всех на слуху, работает система скоринга. Это когда вы подаете свою анкету, и в банке сразу подтягивается информация изо всех важных источников. Ваш официальный доход, который, кстати, можно подтвердить через госуслуги или принеся справку 2 МДФЛ, проверяется банкротство физического лица, текущие просрочки в банках, количество просрочек в целом по клиенту за его кредитную историю и прочую важную информацию. Комбинация этих факторов сразу показывает банку, проходите ли вы по кредиту или нет. А можно ли поправить кредитную историю? Однозначно в ответы никто не даст, если в прошлом у вас была сложная жизненная ситуация и были просрочки, но сейчас вы платежеспособный заемщик. Можно попробовать обратиться в некрупный региональный банк или микрофинансовую организацию. Они, возможно, смогут одобрить ваш кредит, который вы успешно будете выплачивать, и тем самым в вашей кредитной истории появятся добросовестно закрытые кредиты. В последнее время очень модно объявлять себя банкротом, чтобы списать кредиты и прочие обязательства. Но стоит помнить, что информация о банкротстве в общедоступных источниках остается навсегда. Одним из последствий банкротства для физического лица является то, что в следующие 5 лет после признания себя банкротом вы обязаны уведомлять об этом банк. Но поверьте, банк и сам узнает об этом и в 99% случаев откажет вам по кредиту. Почему? Потому что банкротство характеризует человека как неплатежеспособного заемщика. И всегда есть риск, что если вы не вернули кредит один раз, не вернете его и опять. Простыми словами, если вы накосячили настолько, что объявили себя банкротом, то банк вам больше не поверит. Как минимум, в ближайшие 5 лет. Поэтому при оформлении кредита, чтобы потом не было мучительно больно, читайте все условия договора. Особенно, если оформляете кредит онлайн. Сейчас целая куча банков может выдать кредит даже без вашего непосредственного визита. Все подгружается электронно. И все, дело готово. Банк прислал вам в качестве кредитного договора половину страницы листа А4 с непонятными условиями. Вы прочитали, очень интересно, но ничего не понятно. И не разобравшись, взяли кредит. Поверьте, так не бывает. Есть требования к банкам по отражению условий, которые являются ключевыми в исполнении договора. Читайте все звездочки и сноски по тексту. На сайте банков всегда есть информация об общих условиях кредитования по разным программам, от которых зависят ваши пение и штрафы в случае невыполнения условий. А также требования по залогу, если кредит был с обеспечением. Не стесняйтесь общаться в онлайн-чате с банком. А еще всегда можно позвонить на горячую линию банка и позадавать интересующие вас вопросы. Лучше задайте много лишних вопросов, чем вы не узнаете ключевые параметры, и потом выйдете на просрочку. И еще топ-вопросов. Например, может ли безработный оформить кредит? Ответ, думаю, очевиден. Конечно, нет. Но точнее заявку на оформление вы можете подать. Но получите стопроцентный отказ, так как самый главный критерий – это ваш доход, то есть то, за счет чего вы будете возвращать банку ваш кредит. А то, что вы безработный по зову сердца или за компанию с соседом, банк не сильно интересует. Друзья, если у вас остались вопросы по озвученной теме или, в принципе, по теме кредитования, не стесняйтесь задавать их под видео или в личных сообщениях. Цените время и деньги. По заданию губернатора области студенты калужского филиала «Ранхикс» разработали для 20 районов региона социальные проекты, полезные социальные проекты. А более подробно о них мы поговорим с нашими гостями. В студии «Утро первых» руководитель команды регионального конкурса молодежных проектов провинции «Центр» Ольга Сергеевна Шаурина и руководитель лаборатории проектных технологий Лариса Владимировна Анохина. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Лариса Владимировна, дайте, пожалуйста, нам рекомендации и правильные определения в цели этого конкурса, для чего он нужен был и для чего он полезен студентам, которые приняли в нем участие. Возможно, ребята, которые нас смотрят еще в будущем, захотят также включиться в подобную деятельность. Ну, а основная цель проведения конкурса молодежных проектов «Провинция Центр» состоит в развитии взаимодействия между студентами и органами государственной власти, местного самоуправления, в вовлечении студентов в социально-экономическое развитие регионов и разработку социально-ориентированных проектов, направленных на изучение особенностей и продвижение территории Калужской области. А насколько было тяжело готовиться на этапе только проработки проектов, находить какие-то идеи, кто помогал студентам? Либо это самостоятельная инициатива, и они полностью сами занимались и поиском, и разработкой, и написанием проектов? Ну, у нас накоплен уже достаточно богатый опыт проектной работы, организации проектной работы со студентами. В рамках данного конкурса организаторами являются Калужский филиал «Ранхикс» и администрация Калужской области при поддержке управления молодежной политики Калужской области, администрация муниципалитетов Калужской области, Центра современного образования. И на стадии подготовки, подготовительных мероприятий было проведено исследование, мониторинг и определены основные треки, проблемы по развитию муниципальных образований, в соответствии с которыми были уже определены ключевые направления проработки будущих проектов студентов. То есть они были им предложены, это вопросы, связанные с социально-экономическим развитием. Они были предложены муниципалитетами? Да, муниципалитетами. То есть мы в данном случае работаем по запросу муниципалитетов. Каждый муниципалитет сформировал уже ту проблему, решение которой в настоящее время является для них наиболее актуальной, и к решению которой они хотели бы привлечь именно молодежь. Ольга Сергеевна, какие задачи лежат на вас в процессе реализации, может быть, и на более ранних стадиях этих проектов? Я являюсь руководителем одной из проектных команд. Основным идейным вдохновителем темы моей проекта выступил отдел образования города Кирова и Кировского района. Запрос таков – разработать серию интересных профориентационных мероприятий для школьников в игровой форме, может быть, серию турниров и так далее. Поэтому моя команда на данном этапе начала реализацию этого проекта. Что мы придумали? В Калуге, в нашем городе, есть центр опережающей профессиональной подготовки. Находится на базе Калужского колледжа экономики и технологий. Центр недавно открыт, но он очень хорошо оснащен различными техническими средствами, которые помогли бы моей команде разработать что-то оригинальное в качестве профориентационных мероприятий. Например? Например. Очень популярный игрок ВИЗ, поэтому мои ребята хотят на базе ЦОП разработать сценарий этой игры с съемкой видеороликов про различные профессии, которые сейчас востребованы именно в Калуге и в Калужском регионе. И предложить это в качестве игры. Вот первые первопроходцы, так скажем, это будут школьники именно Кирова и Кировского района. Мы пригласим их приехать на площадку ЦОП, поиграть в эту игру. И, в принципе, можно будет предложить потом эту игру и другим муниципалитетам. Это будет как бы наша разработка, но мы ее делаем вот в подарок школам, чтобы их можно было применять во внеурочной деятельности по профориентационным мероприятиям. То есть ребята будут использовать видеоконтент для формирования этих самых вопросов? Да, различные методы будем использовать, совершенно верно. Я бы хотела отметить, что в команде у меня 8 человек. Это студенты первого курса, это направление подготовки в государственное и муниципальное управление. Мне бы хотелось подчеркнуть для ребят, опять же, что было очень грамотно принято решение нашим руководствам, я имею в виду Министерством образования и науки, открыть такой центр именно в этом колледже. Потому что колледж занимает лидирующую позицию среди средних профессиональных учебных заведений. Пусть ребята поучатся, грамотно в том числе и такие решения принимать, ну и приносить пользу, так скажем. Я думаю, что у них все обязательно сложится успешно, учитывая, что у них такие кураторы. Я знаю, что вчера прошла защита инициатив, это правда? Да, совершенно верно. Вчера на платформе инновационного культурного центра экспертному сообществу, в состав которого вошли представители муниципальных образований Калужской области, администрации Калужской области. Были представлены проектные инициативы нашими студентами по разным направлениям, как было отмечено. И они все получили высокую оценку и от представителей муниципалитетов в плане их уже дальнейшей реализации, осуществления конкретных мероприятий, которые будут способствовать достижению цели конкурса, развитию и продвижению территории. Поэтому вот впереди у нас, конечно, такая сложная и интересная работа. Финалы будут подводиться уже в мае 2024 года по результатам реализации уже этих проектных инициатив. Вы получили обратную связь от конкурсной комиссии? Как они оценили защиту студентов? Какая реакция была у них? Может быть, кого-то выделили отдельно и хотели бы этот проект продвинуть дальше? Или его масштабировать на какие-то другие районы? Да, это было очень интересно, это было очень эмоционально. И каждый эксперт не остался равнодушным, высказал свое мнение. Отдельных фаворитов не выделяли, потому что каждый муниципалитет поддерживал ту инициативу и те предложения, которые уже сформированы были нашими студентами. И оказали им поддержку, да, и высказали намерение по поводу того, чтобы совместно с ними участвовать в реализации сформулированных ими проектных инициатив. То есть поддержать ребят? Абсолютно, да, поддержали, то есть отметили и уровень вовлеченности студентов, действительно их неравнодушие, то, что они загорелись участием в этом конкурсе и надеются действительно на достижение тех результатов, которые первоначально были заявлены. У нас остается немного времени. Расскажите, пожалуйста, когда планируете приступить к исполнению проектов, когда они будут реализованы, есть ли какие-то уже намеченные сроки? Да, сроки есть. Ну, в частности, если говорить о моем проекте, у нас полностью составлен календарный план реализации проекта. На ближайшем неделе мы с ребятами посещаем в качестве пока экскурсионного обзорной такой, да, экскурсии в ЦОП, то есть Центр опережающий профессиональной подготовки. Посмотрим технические возможности этого центра. Декабрь-январь разработаем сценарий проведения игры. Напишем сценарий видеоролика о топовых профессиях Калужской области. Февраль-март отснимем, подготовим игру, пригласим ребят уже поиграть, да, на эту площадку. Возможно, пригласит нас район к себе в гости. То есть ребята могут и туда поехать с этой игрой, там провести это мероприятие. Ну и надеемся уже к концу апреля, началу мая иметь готовую рефлексию, то есть обратную связь от муниципалитета, от школьников, о том, насколько было им это интересно, насколько полезен наш проект. Надеемся очень попасть в тройку лидеров. И мы надеемся, что результаты у ребят будут прекрасные. Спасибо вам большое, что были с нами сегодня. Я понимаю, что невозможно было пригласить всю команду, задействованную в проект сюда, в студию, но мы передаем им большой привет, они большие молодцы. Спасибо большое. Друзья, а мы продолжаем. Оставайтесь вместе с нами, никуда не переключайтесь. Смотрите далее в программе «Утро первых». Как воспитывать сыновей? Спросим у батюшки, отца десятерых детей. Чтобы удобно было всем. И тогда мы должны обратиться к физическим и ментальным ограничениям многих и многих людей. Про доступные городские социальные объекты для всех расскажет Кирилл Гусев в блоге «Наивная урбанистика». Вот это поворот. Классика, ступь весен, больные, идите принимать лекарства. Обсуждаем первое впечатление от нового русского кино. А мы возвращаемся в студию «Утро первых» с отличными спортивными новостями. Представитель нашего региона Калужанин победил на Кубке Петра по кикбоксингу. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Между прочим, в них приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов страны. Наш спортсмен среди юниоров 2005-2006 года рождения Андрей Макаров победил в финале. Весовая категория свыше 91 килограмм. Посмотрите, какой счастливый победитель стоит сейчас на ринге. Мы поздравляем его и, конечно, гордимся такими прекрасными результатами. Друзья, мы внимательно следим за всеми спортивными событиями и результатами, которые приносят нам наши спортсмены. И еще хотелось бы отметить один хороший результат, который также наши спортсмены привезли из Санкт-Петербурга. Баскетболистки завоевали бронзу на международных соревнованиях. Также в северной столице прошли эти соревнования. На три соревнованиях приехало 43 команды из 20 регионов нашей страны. В том числе принимают участие в Республике Беларусь и Захстан. Можно сказать, полноценные международные соревнования. Поздравляем наших спортсменок. Вновь и гордимся такими результатами. Ну и, конечно, огромный привет тренерскому штабу. Вот буквально недавно в нашей студии были представители футбольного клуба «Калуга», которые также поделились хорошими новостями о золоте в первенстве России, второго дивизиона. Мы и тренерскому штабу передаем большой-большой привет. Ну а прямо сейчас самые важные, актуальные события не пропустите. А вот сегодня отмечается Всемирный праздник, День сыновей. Я поздравляю всех, кто связан с этим праздником. Желательно родителям своим позвоните и передайте им большой-большой привет. А у нас в студии человек, у которого 10 детей. Это Ирий Георгий Рыбаков, настоятель храма Александра Невского в Мещовском районе. Доброе утро. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Могу вас поздравить с этим праздником. У вас 10 детей. Сколько из них сыновей? Семеро сыновей и три лапочки дочки. Семеро сыновей. То есть это большинство. Мне сложно представить, насколько можно вообще управиться с такой командой, потому что я как отец девочек и только девочек понимаю, что с ребятами есть определенные сложности в воспитании. Давайте начнем вот с тех наград, которые сегодня на вас. За что они были вручены? Ну, одна награда вот была 800-летие в 21-м году в памяти Александра Невского. Мне как настоятелю храма Александра Невского, боевого братства, вот такую презентовало медаль за особые заслуги. Ну, они посудили, что вот раз я такой многодетный отец, значит, я как на передовой. И такую медаль вице-президент вручил этой организации. Ну, и от Мещовского района признательность и отцовская доблесть. Это вот за последние 10 лет так вот меня немножко отметили и стимулируют на развитие и воспитание будущего поколения. У матушки тоже есть медаль «Мать-героиня». Ну, мы надеемся, может быть, когда-нибудь она получит ее. Это же тоже не просто так, это надо еще заслужить. И, я думаю, даст Бог ее как бы тоже поддержит в стремлении будущего развития. А скажите, как воспитываете вообще ребят? Вот если, к примеру, они приносят не очень хорошие результаты или не отличаются хорошим поведением, что часто бывает у детей, в том числе школьного возраста. Какие инструменты используют? Ну, конечно, слово. Но и принцип кнута и пряника, он очень хорошо работает. Единственная проблема, что пряники они быстро съедают, а кнут иногда прячут, что его не найдешь. Вроде положил, вот здесь повесил, чтобы вовремя взять, а нету. Вот это спрятали. Так что стараемся, конечно, ну, чтобы мирно было, дружно. Не всегда получается, мы не идеальные, да, многодетные, они такие, что где-то и поплачем, где-то посмеемся, где-то покричим, но идем вперед, вперед. Да, тем не менее, строгость воспитания ребят, она насколько, в какой мере должна быть использована? Ну, не передавливать, конечно, но отцовская такая должна быть крепкая рука, потому что мать может не справляться, а не этим пользуется, потому что их много, она одна, допустим, а отец, он все-таки вот такой вот строгий, скажем, полицейский, которого они уважают, боятся и любят одновременно. Я так понимаю, что отец, да, в вашем лице наиболее редко применяет какие-то меры воспитания, потому что они знают, что это крайняя мера. Ну, по-разному, чем старше, тем чаще мы применяем, да, меры какие-то, вот. Младшие, они как-то уже одним взглядом понимают, что можно там исправиться, надо вовремя как-то остановиться. Со старшими чуть сложнее, но, тем не менее, я думаю, они растут, вот, друг друга воспитывают, и нас в том числе, потому что в многодетной семье всегда это происходит, что и дети учатся у родителей, и родители у детей одновременно. А что помимо школьного образования, а давайте еще уточним возраст ребят, много ли средних школьников? Ну, получается, старшему у нас 16 лет, и младший сейчас во втором классе 8 лет ему. Ну, точнее, младший только родился, да, ему 5 месяцев, я имею в виду, который предпоследний. Мы вас поздравляем. Да, спасибо. Ну, учатся, как бы, старший, вот, поступил в колледж транспорта и сервиса, город Сухинич, старший, а младший пока с мамой, и предпоследний, вот, он учится в серпейской средней школе, и, как бы, посещают кружки. Музыкальная школа, ну, как мама у нас музыкант, поэтому мы их стараемся вот в этой сфере развивать музыкальной. Это нередко явление, когда помимо школы ребенок еще до загружен дополнительными занятиями, и бывает такое, что к позднему вечеру только освобождается, попадает домой. Как вы относитесь к подобному активному дню детей? Ну, конечно, это хорошо, потому что меньше времени на всякие, скажем, глупости, интернет, который, как говорится, не развивает, а даже вот развращает иногда, к сожалению. Поэтому я думаю, что хорошо, ну, тоже не перегибать палку, чтобы ребенок не был постоянно уставший, потому что, ну, как в православной среде еще выходной день, у кого-то, может быть, он выходной, а православный христианин, он должен сходить в храм, помолиться в этот день, там, как бы, какие-то добрые дела поделать, не просто лежать на диване и отдыхать. Поэтому мы стараемся как-то нормировать их внеурочные какие-то занятия. Ребята помогают вам в вашем служении, в ваших делах? Конечно, они помогают и по дому, и в церковной службе. И, как говорится, что я всем вот тоже хотел бы пожелать, что один сын – это, ну, как полсына, два сына – это сына. Когда их двое, они всегда могут что-то взять, перенести, что-то там сообразить и как-то организовать. Это уже такая помощь, поддержка хорошая. А у нас немного времени остается. Какие самые важные рекомендации или постулаты вы пытаетесь донести до ребят всего того, что они должны вырасти в крепких мужчин, защитников, прежде всего, глав своих семей, которые потом они будут создавать? Ну, в первую очередь, чтобы они были патриотами, чтобы они уважали и любили своих родителей. И, конечно, чтобы они старались, ну, быть впоследствии тоже многодетными, потому что чем больше, как бы, будет у них детей, тем они будут, ну, как мне кажется, крепче, сильнее и род будет увеличиваться и разрастаться. В этом наша задача, мне кажется. Но среди десяти ребят удержать дружескую атмосферу и ощущение вот этого единого коллектива каждый день удается? Ну, не каждый, конечно, но к вечеру мы все обнимаемся и говорим, как мы друг друга любим. Это самое важное. Ну что же, спасибо, что были с нами сегодня. Мы передаем большой, теплый привет матушке в том числе. Потому что я так понимаю, что она активно задействована в этом процессе. Приходите к нам еще. Друзья, продолжаем. На очереди блок «Наивная урбанистика». Сейчас мой коллега Кирилл Гусев расскажет, как обстоят дела с комфортной городской среде в нашем городе. Как сделать город удобным до всех? Это не такая теоретическая задача, как может показаться. В городе живет много людей, у них всех разные потребности и возможности, но при этом каждый носит какой-то вклад в общегородские дела. Да-да, каждый-каждый. Вы же вносите пот. Поэтому надо понимать, что для того, чтобы этот вклад был максимальным, можно, конечно, выжимать из наших горожан все соки, заставляя их работать больше. Но более современным и гуманным способом повышения эффективности у нас является сокращение издержек. Смотрите, время, которым мы располагаем, делится на то, когда мы приносим пользу, и то, когда мы, ну, в общем-то, себя сами обслуживаем. То есть совершаем некоторые действия, которые не нужны никому, кроме нас. Спим, питаемся, отдыхаем и перемещаемся в пространстве. Вот с отдыхом и перемещениями городская среда имеет самую прямую связь. Именно поэтому почти во всех городах есть рекреационные зоны, скверы, парки и культурные пространства. Вот попробуйте их изъять. У вас из города сбегут все жители. Кстати, если вы строите новый район, и там не хватает мест для отдыха, готовьтесь, что стоимость жилья там со временем будет падать. Ну, а про перемещение мы уже говорили в одном из прошлых выпусков. Правда, с точки зрения транспортной доступности. Говорили о пешеходах, автомобилистах и пассажирах общественного транспорта. Но можно посмотреть и с точки зрения другой доступности. И тогда мы должны обратиться к физическим и ментальным ограничениям многих и многих людей. В последние годы государство активно работает со стандартами доступности новых социальных объектов. Требования постоянно ужесточаются и уточняются. Но что происходит? В проектной документации просто появляется новый раздел «Доступность». И к уже готовым решениям добавляются некоторые усложнения. Клифты, пандусы, тактильная навигация, плитка, крупный шрифт. Но это лежит не в основе проекта, а как бы приделанно сбоку. Поэтому формально все окей, но пользоваться таким решением не всегда удобно. А главное, как-то добраться-то до нового объекта. Это же приходится делать по старому городу. И поэтому многие люди просто не смогут туда добраться, если доброжелатель не доставит вас прям к подъезду. А раз нет пользователей, нет и общественного контроля. Иначе нам давно стало бы понятно, что на нормативный съезд с бордюра очень трудно самостоятельно заехать на коляске. Что тактильная плитка приводит незрячего в замешательство, просто заканчиваясь где-то в рандомном месте. Что шрифт Брайля на самом деле мало кому знаком. Что объявления по громкой связи невнятны для человека, который стесняется носить слуховой аппарат. Вот, например, наш знаменитый Калужский пешеходный переход. Вот вам вроде бы пандус, вот вам вроде бы подъемник. Но плюсом к этому держите-ка два пролета лестницы вниз и два пролета вверх. Да, да если у меня просто болит нога, я же не буду пользоваться подъемником. Кстати, он работает? Или надо за три дня его заказывать? Поэтому я туда не пойду. Наверное, можно было бы сделать переход без ступенек, знаете же, вот просто уклон. Да, это сложнее и дороже. Но вообще дорого – это такое слово без содержания. Помните, был такой ковид? Помните правила для общественных мест? Вот полтора метра дистанции, разметка вот эта на полу. Помните, что после каждого касания дверной ручки хотелось забрызгать все антисептиком? Тогда во многих магазинах появились дорогие автоматические двери. Да потому что это было дешевле, чем терять покупателей. А покупатели получили дополнительное удобство. Да, вот, знаете, как-то наш климат, где такой нельзя, он чуть подвинулся, когда в дело вступила экономика. И люди, которые типа вот разобьют эти стеклянные двери, они куда-то делись. Я думаю, что точно так же любые вложения в доступную среду окупятся за счет увеличения числа пользователей. Сейчас инвалидами могут оказаться еще вчера здоровые, активные, дееспособные люди в результате ДТП или ранние. Современная медицина может сделать их жизнь не такой ужасной, но все-таки не превратить их в здоровых. Разве экономика готова лишаться этих клиентов? Надеюсь, что нет. И бизнес сможет совместно с государством обеспечить нормальную доступную среду. Доступную не для лиц с ограниченными возможностями, но и в этот канцеляризм. Доступную для всех. Утро первых продолжается. Сейчас предусловил моему коллеге Дмитрию Родионову и его команде на очереди блог первый сеанс «Первое впечатление». Ладно, у вас какой любимый сверхзлодей? Сверхзлодей Джокер Папса. Профессор Мариарти. В исполнении кого? В исполнении Артура Конан Дойля. Нет, ну мало ли, может, есть персонаж, который типа такой умный, ни о чем. Если по книжкам, там мега-крутой злодей в фанфике по мотивам Гарри Поттера. Называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это написал Элиазер Ютковский. То есть фанфика ассоциируется с очень странными вещами. Я тоже думала, что это что-то нехорошее, но я прочитала, и я была в шоке. Вот понимаете, это как будто Гарри Поттера написали сразу для умных людей. Для меня, специально для меня. И вот там как раз «Злодей – это шик». Но злодей тот же. Злодей тот же, но вы это не сразу поймете. Вы будете читать и будете думать, ну хоть бы он был не злодей, хоть бы он был хороший. Я не буду. Я не хочу ничего знать о Гарри Поттере. После миллиона квиз-плизов о Гарри Поттере я не хочу даже на СТС видеть его в Новый год. Так сегодня у нас будут сверхзлодеи? А давай, собственно говоря, посмотрим и увидим. И узнаем. Давайте. 25 лет назад в Металлогорске творились самые удивительные вещи на Земле. Группа «Яичный свет». С них все началось. Началось движение, которое впоследствии назовут «Металлогорским чудом». Лидер «Яичного света» Сопля покрывался татуировками просто усилием воли. У нас тут множество артефактов. Я как-то не очень понимаю в такой музыке. Меня Марина, кстати, зовут. Просто надо мечтать, Маринка. Пол первого ночи! У меня жена беременная! Вообще прикольно играете. Это все не дух. Пока я сам не попробовал это делать. Бедя. Я вообще больше не хочу про это слушать. Ни про «Яичный свет», ни про Костолова, ни про Соплю, ни про Ковова. Чудес не бывает. Ландер-элемент работает. Жизнь в фантазиях, конечно, прикольная, но цена слишком велика. А может быть, я весь покроюсь татуировками на этом фестивале? Я не знаю. Ты веришь мне? Я верю только, когда ты реально. Где произошло одно чудо, там, возможно, и другие. Слушайте, а что? Это история какой-то музыкальной группы или это просто... Нет, это история человека. Какие-то чуваки угорают в подвале. Который решил устроить в своем городе Металлогорске, кажется, музыкальный фестиваль андеграундный. Так. И является поклонником какой-то группы, какого-то вокалиста. Которого захотел пригласить. И какой-то девушки Марины. Вот, и он настолько, как я понял из этого, он настолько проникся творчеством этой группы, да, и тут, видимо, какой-то еще оккультизм или что-то подключается, да, что вот он настолько сошел с ума, что он считает, видимо, что его будущий ребенок – это перерождение его кумира какого-то. Это ты чего взял? Вот насколько... Ну, смотри, вот-вот, на УЗИ он видит лицо кумира. Вот, здесь появляется какой-то персонаж, который им пытается объяснить, что что-то они наделали. То есть это такой магический реализм в Металлогорске. Металлогорск, да. Пацаны, которые просто шумели в подвале, пока у него была жена. Да, да, но вот тут мы сейчас увидим кадр, где вот какой-то уже там все круто, музыка, и вот он держит. То есть он уже организовал фестиваль. Судя по, мы не знаем, мы не знаем. То есть это Малдровский трейлер. Можно посмотреть фильм, да. Да. Вот сейчас, вот сейчас, вот видишь, там, или это не тот ребенок, или не тот фестиваль, или вообще, что происходит. Вообще фантазия. Вот и татуировки сами собой появляются, как вот у его кумира. Ну, а потом классика, студвесен, больные, идите принимать лекарства. Ну, да. Или приснится же такое. Да нет, нет, я думаю, что... Меня вот в связи с этим всегда волнует вопрос. Вот, условно говоря, есть кино про человека, у которого есть мечта в маленьком Металлогорске сделать большой рок-фестиваль. Или большой, мы не знаем, какой Металлогорск. Ну, он явно обычный Металлогорск. Там, скорее всего, добывают металл. Хорошо. Варят. Живут работяги. Да, действительно, варят. Это я перепутала. Город, где думывает уголь. Хорошо. И нам обязательно во всё это должна вклиниваться история любви, да? То есть мы до сих пор в 21 веке должны выбирать, мы ищем историю про путь к мечте или нам всё ещё... Они в головах сценаристов неразрывно связаны. Если ты обретёшь любовь, ты обретёшь всё. Ну, слушай, ну так они же всегда мешают друг другу. Давайте крепко. Обретёшь любовь, обретёшь рыбу. Потому что тогда у тебя появится счастье. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку любовь, и у него не сбудется мечта. И у него появится рыба. Ну, разве что так. Но здесь, я так подозреваю, трейлер, во всяком случае, нас ведёт к хэппи-энду. К типичной истории, когда у человека ничего не получается, ничего не получается, ничего не получается. Тут ещё и женщина. А потом, как всё получилось. И ребёнок, и всё. Так может быть, наоборот, там нет хэппи-энда. Мы же не знаем, мы не знаем, надо идти и смотреть. Ну, я бы пошла посмотрела. Я, конечно, понимаю, что невозможно так предугадать, что вот если этот фильм кончится плохо, это будет хорошо. Да. Вот в этом я соглашусь. Слушайте, а я давно за то, чтобы фильмы кончались плохо. Я вообще за то, чтобы фильмы кончались неожиданно. Или вообще неожиданно. Но это было бы круто. Представляешь, если бы Джеймса Бонду говорят, руки вверх, он пытается выбить пистолет, у него не получается, его убивают. И идут титры. Я бы сказал, это шикарно. А если он пытается выбить пистолет, у него не получается, он начинает кружиться в танце, вокруг летают пули. Это странно. Это все мы видим. Это все мы видим в каждом Джеймсе Бонде. Как они танцуют и поют. Как танцуют, поют и летают пули. Вот такой вопрос. Мы увидели сразу в заставке серые издания, примерно такие же, в которых мы живем все. У вас было вот это, зачем опять хочется жить цветного, веселого? Или вы видите такую заставку? Ну вот, давай про нас, про нашу реальность. Ну, они умудрились показать Металлогорск не так, как это сделал бы Быков, например. Мне кажется, у них получится. Опять-таки мы не знаем. То, что цветной фестиваль иногда, ну, не знаю. Ты видел когда-нибудь такие краски в дураке, например? Нет, Машка права. Возможно, это исключительно мечта, которую герой видит в своих каких-то фантазиях. Возможно, герой употребляет какие-то вещества, выходит на балкон, и ему кажется, что вот как все он организовал, а там все по-прежнему. Ну, в любом случае, это надо посмотреть, чтобы понять. Держите из дурака. Так что? В гирляндах. В гирляндах, да. Не, я, например, я не очень люблю смотреть вот эту вот балабановщину, скажем так. В окно не любишь смотреть, да? Я сразу там рада, гостиные ряды, все ярко, цветное. Да. И тоже когда-то было. А потом солнце заходит. Давайте дальше смотреть. Что-то сегодня, да, колючие какие. Саш, тут папа. Соня. Саш, там класс, пойдем посмотрим. Тебе очень повезло, Саш, что ты провелась с ним так много времени. Зато ты с мамой больше времени провела. Саш, тебе 30. И ты до сих пор на меня обижаешься. Никуда я тебе ничего рассказывать. Почему? Ну, потому что потом будешь пользоваться этим автоматом Калашникова. Ты что, балдела? А что ты со мной как с кобатой разговариваешь? Хватит! Вы все время срекаетесь. У меня умер отец. Я хочу, чтобы кто-нибудь думал об этом тоже. Девочка, которая... Потеряла отца, как она говорит в конце. Потеряла отца. Хочет, чтобы ее понимали. И вокруг нее женщина. Ей 30. Нет, 30 это другой. А, 30 это другой. Так, вот девочка. Давайте заново. Вот девочка. Девочка. Она что-то говорит, судя по всему. У нее есть одежда. Девочка. А отца, кстати, нет, потому что... Потому что это Эмир Кустурица, судя по кадру. Ну, вот такие фильмы у меня вызывают определенные опасения. Потому что, с одной стороны, мы видели очень много классных, очень герметичных историй, где все устроится только на диалогах. И они, правда, оставляют такое впечатление, что ты всю жизнь ходишь и думаешь, я посмотрела резню, и это круто. А вот здесь то ли у меня есть какой-то изначальный кредит недоверия к российским сценаристам, то ли вот что-то уже на уровне трейлера заставляет меня опасаться, что я увижу совсем не ту историю, где каждое слово в диалоге важно. Ты очень предвзято. Вот ты как раз сейчас говоришь о своей предвзятости. Это так, да. Вот. Ну, судя по актерскому составу, мы будем, там, не знаю, сколько фильм, будет очень много слез. Вот, как ты говоришь, очень много слезливых диалогов о том, как они все кого-то любили. Подожди, а может, наоборот, нам эти сцены в трейлер вынесли? Что ты такой, а-а-а, я пойду поплачу, посижу в одиночестве, а потом все, ха-ха! Но тогда они обманули всех. Да? Люди, которые бы хотели прийти, посмеяться. Так в этом и задача трейлера продать тебе билет, чтобы ты пришел, посмотрел и... Ага, пришел, а потом включили свет, и из десяти человек, которые купили билет, семь ушли, да? Да. Мне кажется, знаешь, все равно на слезные истории люди не ходят прямо, если там в конце Ди Каприо не тонет. И еще, кстати, знаешь, вот мне кажется, целевая аудитория этого фильма, ну, женщины. Но мне, как женщине... Или одинокие мужчины. Или умершие. Подождите, подождите. Ну, куда вообще? Ну, можно сказать, ну, посмотрю, как это. Но мне, как женщине, здесь, ну, реально не хватает мужчины. То есть я понимаю, что это такая вязкая история. Так вот и мы не хватает мужчины. Ну, то есть как бы я в здравом умею твердой памяти должна смотреть как минимум про трех женщин, которым не хватает мужчины. Да, но, скорее всего, это нехватка мужчины и появление мужчины будет через, знаешь, какие-то воспоминания. Может быть, я не знаю. Может ли в этом фильме быть неожиданный финал? Ну, то есть они страдают, они прям такие все переживают. О, боже, мы его потеряли, а он такой раз и с орбиты вернулся. Да нет, нет. Или из подвала вырос. Нет, я думаю, это... Или такой, вот он, батон, я принес. Это какой-то будет фильм о примирении, там, человека, там, не знаю, друг с другом, с горем и так далее. Тогда нет смысла смотреть, это грустно. А вот... А нам бы все бы ржать, да? На фестивале огурца в Суздале. Ну, а почему нет? Хватит нам тоски и трагедии. Нет, грустить тоже нужно, но я не уверена, что под этот фильм. Хорошо, а под первый? Ну, под первый можно. Можно погрустить, да? Там огоньки мирные. Ну, нет, я бы посмотрел и тот, и другой тот. Фильм номер один я бы сходил, возможно, в кинотеатр. На фильм номер два... Ну, это, может быть, дома под пледиком. С какао, с маршмеллоу. Подложившись с салфетками. Утро первых завершается. Напоследок хотелось бы навекнуть родителям на возможный подарок своим детям в новогодние праздники. Недавно на выставке «Россия», которая прошла на ВДНХ. В Москве была представлена альтернатива конструктору «Лего», который мы с вами прекрасно знаем, но производитель которого представил свою деятельность в России. Так вот, а эта головоломка, игрушка, называется «Группер». И разработчик является представителем Калужского региона, Калужской области. Александр Костров, вам большой привет. В чем отличие? Нет никакого пластика, все выполнено из натуральной ольхи. 50 базовых деталей в комплектации. Вот видите, что дети сами сейчас пытаются разобраться, и что-то у них даже получается. Можем гордиться? Можем. Есть у нас замещение? Конечно же, есть, тем более от производства Калужского. Друзья, ну вот на этой ноте хотелось бы завершить сегодняшний эфир. Сегодня у нас среда, середина недели, 22 ноября. Напомню, хотелось бы пожелать вам на оставшуюся половину недели силы, ну и, конечно, прекрасного настроения. Напомню, что с вами был Юрий Галаян. Мы встретимся с вами в будни с 7 до 9. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...